Всем огромнейший приветик! С вами Алиса и в лобсик вышла еще одна новая история, которая называется Красиво и Свободно, так что давайте знакомиться. Глава первая, начать! Пока история не началась, давай выберем тебе образ. Ммм, ну как-то сразу я смотрю, что главная героиня не очень симпатичная, ну да ладно. Надеюсь новые прически это исправят. Как тебя зовут? Клэр. Ну окей, меня устраивает. Ух ты, это я? Да это ты, отлично. Скоро ты сможешь выбрать наряд и прическу, но сначала приступим к рассказу. Ммм, какой-то офис. Вы с подругой Рэйчел заканчиваете с делами в офисе. День выдался тяжелый. Неприлично все время пялиться в телефон, пока ты на работе. Ух ты, какая забавная! Да, я вся как на иголках, только и жду, вдруг он зазвонит. Вдруг мне позвонят из студии и скажут, что я прошла в тот конкурс на шоу. Тогда ты сразу услышишь. Поверить не могу, что ты правда хочешь участвовать в шоу по ловинке. Да ты ведь тоже ходила на прослушивание. Просто с тобой за компанию. Ну, неужели тебе совсем не любопытно, возьмут тебя или нет? Брось, я же вижу, тебя тоже заводит эта идея. Меня правда заводит идея сразиться за чье-то сердце? Не очень-то я во все это верю, даже не знаю. Но даже если она не верит, вот это чувство азарта, когда пройдешь, не пройдешь, я думаю, ну, все равно присутствует, поэтому я очень волнуюсь. Ну, может, немного и заводит. Я же говорю, вдруг ты встретишь там своего суженого. Настоящая любовь, это так романтично. Я сказала немного, уймись уже. Ну, помечтать ведь не вредно. В любом случае, меня пока еще никто не выбрал. Надо мыслить позитивно. Это же совсем не в моем духе, я просто хотела тебя поддержать. И я тебе очень благодарна, но не буду дураками, если тебя не позовут. Даже если я пройду, другие участницы меня живьем съедят. Интриги совсем не мой конек. Я не сплетничать не умею, ни козни строить. Именно поэтому ты отлично подойдешь организаторам. И потом, ни один парень не стоит драки. Если он твоя половинка, то очень даже стоит. Половинка? Да на этих шоу один сплошной обман. Все по готовому сценарию. А я думаю, все по-настоящему. Не знаю, не знаю, но если так, то это романтично. Ты смотришь на часы. Через пару минут рабочий день закончится. Наконец-то. Сегодня было тяжело. Пора домой. Потом еще поболтаем. Дома ты стараешься выкинуть из головы и работу, и это прослушивание. Но получается так себе. Надо же, Рейчел прямо с головой ушла в мысли об этом шоу. Так, а это что? Они написали мне на почту. Ты спешно открываешь письмо и тут же узнаешь, что тебя не взяли. Вот это облом. И почему я ничуть не удивлена? Что ж, я слегка разочарована. Все-таки это был бы интересный новый опыт. Может, победить я бы не смогла, но хотя бы показала себя миру. Да и Рейчел, кажется, больше болела за меня, чем сама хотела попробовать. Так что же, она хитростью заманила меня на прослушивание? Пожалуй, я... Ну, и не обижена, и неблагодарна. Приятно удивлена. Какой у нее творческий подход. Раз я сама хотела найти парня, а бежаться тут не на что. Я бы ради нее тоже так поступила. Жаль, что ничего из этого не получилось. Ладно, хватит себя жалеть. Лучше приготовлю на ужин что-нибудь вкусненькое и посмотрю хороший фильм. Но тут в дверь звонят, и приходится отвлечься. Обалдеть! Это ее квартира? Обалденная! Сколько же она зарабатывает, и кем она работает? Ты идешь открывать, гадая, кто это пришел. Под дверью стоит совершенно незнакомый мужчина. Он средних лет и довольно модно одет. Ты не видишь в нем ничего подозрительного, и еще больше удивляешься, что ему от тебя нужно. Чем могу помочь? Здравствуйте, меня зовут Уильям. Я работаю дворецким в семействе Локков. Они приехали со мной и очень хотят с вами познакомиться. Вы позволите нам на минутку зайти? Ничего себе! Дворецкий! Ко мне в гости просится целая делегация незнакомцев. Что уж, заходите. Клянусь, вы не пожалеете, что согласились. Чувствуете себя как дома. Спасибо, мы очень благодарны, что вы согласились уделить нам время. Не за что. Только давайте без глупостей. У меня все соседи дома. Если что, я буду кричать. Мои работодатели сами объясняют, зачем хотят с вами встретиться. Дворецкий, наконец, заходит вместе с семейной четой. Перед вами Лоррейн и Питер Локк. Какое очаровательное жилище, дорогая. Да, здесь очень мило. Уильям, спасибо, что представил. Как он уже сказал, мы семейство Локков, и у нас есть к вам деловое предложение. Которое изменит всю вашу жизнь. Недавно мы загорелись идеей запустить новое реалити-шоу. Мы собираемся транслировать его в интернете на весь мир. И вы наша идеальная героиня. Погодите, вы о чем? Речь точно обо мне? Да, мы видели ваше прослушивание для шоу Половины. Им вы, может, и не подошли, но для нашего шоу кандидатура идеальная. Они хотят пригласить меня в свою версию этого шоу? Это что, шутка? Честное слово, мы вас не разыгрываем. Мы правда вас приглашаем. Вы именно такая героиня, которая будет всем, как родная. Шоу будет называться красиво и свободно. Мы хотим показать зрителям, каково это быть одинокой женщиной, которая ищет любовь. У нас уже есть несколько участников, которые согласились сниматься в шоу. Может, кто-то из них окажется вашей половинкой. Так, если я правильно поняла, она первоначально шла на шоу типа холостяка, там, где она была бы среди кучи девушек, а в итоге ее пригласили на шоу, где она будет в роли холостячки. Это намного круче. Решать прямо сегодня не обязательно. Подумайте и позвоните нам завтра. Вот визитная карточка. Дворецкий протягивает тебе визитку, а Четолоков откланивается. Наверное, я сплю. Не может быть, что это взаправду. Я бы тоже прям офигела. Но визитка абсолютно настоящая. Ты внимательно ее изучаешь. Я что, с ума сошла? Что о таком думать? Наутро ты, как обычно, приходишь на работу, но никак не можешь сосредоточиться. Семейство Локов приглашает меня на главную роль в своем новом шоу. Меня! Какой-то бред! То есть они просто заявились к тебе домой с таким предложением? А раньше вы вообще не были знакомы? Ну да, они сказали, что видели мое прослушивание. И ты согласишься, так ведь? Хочу ли я стать звездой интернет-шоу? Не уверена, что это мое, но... Но! Скорее всего, она застряла в своем офисе, и ей пора отправиться в приключения, поэтому я готова к приключениям. Честно. Подумать только, ты можешь встретить там своего суженого. Вот уж приключения так приключения. Тебе обязательно стоит попробовать. Может, это первый шаг к новому будущему? Ты права. Как приду домой, сразу позвоню им и соглашусь. Через несколько часов ты приходишь домой и набираешь номер, указанный на визитке, которую дал тебе Уильям. Ты слышишь, автоответчик? Здравствуйте, мистер и миссис Лок. Это я, Клэр. Я хотела сказать вам, что согласна участвовать в шоу. Ты решаешь поужинать, пока тебе не ответили. Проходит добрых два часа, а ответа от Локов все нет. Ты уже начинаешь волноваться, что они передумали, как вдруг приходит новое сообщение. Наверное, это от них. Семейство Локов благодарит, что вы нашли время рассмотреть их предложение. Чтобы принять его, нажмите на кнопку «Хочу участвовать». Я согласна. Я буду участвовать в романтическом реалити-шоу. Ты нажимаешь на кнопку. Добро пожаловать. Мы счастливы, что вы решили поучаствовать в шоу «Красиво и свободно». Скоро я заеду за вами, и мы отправимся в особняк Локов. Пожалуйста, уладьте все рабочие и личные дела до моего прибытия. Кроме того, необходим соответствующий случаю наряд. Нужно столько всего успеть. Сначала переоденусь, а потом сделаю несколько звонков. Ой, какой смешной наряд. Есть и второй. Даже не знаю. Сложно выбрать. Бэтгерл. Но мне кажется, по ее стилю ей бы такой наряд больше подошел. О, и причесончик. Ура! Слушайте, а ей идет быть блондиночкой. Нет. Сколько волос! Много! Хвостик. Мне нравится то, что хвостик цветной, но вот это сочетание с лицом некрасивое. Тоже как будто недоработанная прическа. Да, здесь, конечно, все попечальней. Наверное, это самая лучшая прическа из тех, что есть. Если это не соответствующий наряд, то я даже не знаю. Я выгляжу как звезда. Ты звонишь на работу и сообщаешь начальству, что берешь отпуск на несколько недель. Потом ты набираешь родителей и Рэйчел, говоря, что решилась участвовать в шоу. Да, мама, я буду очень осторожна, обещаю. Я тоже тебя люблю. Скоро еще позвоню. Тут в дверь стучат. Ты открываешь? Это пришел тот самый дворецкий. Вот это да, Клэр. Выглядите ошеломительно. Мистер и миссис Лок будут довольны. Спасибо. Раз вы готовы, пора ехать в аэропорт. Начинается ваша новая жизнь. Круто. В аэропорту вас ждет частный самолет. Боже, какое чудо. Я даже в бизнес-классе никогда не летала, не говоря уж о частном самолете. Мистер и миссис Лок хотят, чтобы у вас было все самое лучшее. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь сказать. Да, мне, пожалуйста, омаров, какое-то там вино столетнее, я не знаю, и бриллиантиков. Принесите, пожалуйста, побыстрее. Я до сих пор не могу поверить, что они выбрали именно меня. Почему они вообще решили запустить такое шоу? Честно говоря, этот проект много для них значит. Они надеются, что это поможет им возродить чувства и спасти свой брак. Проект, чтобы спасти брак? Как грустно звучит. Да, грустная история, но сам факт, что они пытаются что-то сделать, уже кое-что значит. было бы желание, а способ найдется, так ведь. За любовь стоит сражаться, даже если приходится идти на крайние меры. Я тоже так думаю. Конечно, это довольно странный способ, но мистер и миссис Лок уже все перепробовали. Они даже ходили к психологу, и тот сказал, что им нужно устроить совместный проект. И тогда они решили запустить телешоу? Да, им обоим очень по душе все, что касается телевидения. Миссис Лок всегда хотела стать актрисой, а мистер Лок отлично чувствует себя за кулисами. Он талантливый сценарист. Так что шоу это для них шанс сразу и заняться любимым делом и побыть вместе. Надо полагать, им придется много работать вместе, чтобы все получилось. Но это реально очень странное решение, но да ладно. В этом-то вся идея. Я вовсе не хотел вас запугивать, только объяснить, что к чему. Может быть, ваша история их вдохновит и поможет наладить отношения, а сами-то вы зачем согласились участвовать? Я согласилась участвовать в шоу, потому что меня манят приключения. Тогда вы на верном пути. Надеюсь, что так. У вас вдохновляющий взгляд на жизнь. Он протягивает тебе бокал шампанского. Среди всех претенденток вы оказались самой интересной. Сперва я не понял, почему Локи выбрали именно вас, но теперь вижу. Что ж, спасибо. Не обижайтесь, я хотел сделать вам комплимент. Тогда я рада. Вы для нас будете как глоток свежего воздуха. Для нас? как-то слишком он все это говорит, как будто он не дворецкий. Из тех фильмов, конечно, в жизни мало кто из нас видел дворецких фильмах, они такие более отдаленные и, грубо скажу, но знают свое место, они никогда не будут себя как-то к семье приближать сильно и ассоциировать себя с семьей. А этот как будто их близкий друг, правая рука и все вместе. Очень странно, возможно, он не только дворецкий, в будущем мы узнаем об этом. Я вне себя от счастья, что мне выпал такой шанс. Ваша радость прямо-таки заразительна, так держать, даже если придется нелегко. Я с нетерпением буду ждать, куда поведет ваша любовная история. Желаю всего наилучшего и надеюсь, что вы найдете то, что ищете. После посадки Уильям ведет тебя к дорогому авто. Он помогает тебе сесть и грузит в машину багаж. Наконец он садится за руль. Главное не слишком привыкать к такой роскоши. как я уже сказал вас ждет все самое лучшее роскошные самолеты и автомобили это только начало. Представить не могу куда уж дальше. Тогда впереди еще много сюрпризов. А куда мы едем? В особняк локов. Они решили, что шоу лучше всего будет снимать именно там. А я то думала, что буду жить в отеле. Я чувствую удивление. Становится все интереснее. Не хочется говорить банальности, но впереди еще много неожиданностей. Когда мы приедем, вы сами убедитесь, что в доме есть все, что нужно, и даже больше того, он превзойдет все ваши ожидания. Потому они решили снимать шоу прямо у себя дома. Мистер Лок подумал, что у них дома участникам будет гораздо удобнее, чем в отеле. А заодно он хочет показать жене, что все еще ее любят. Кажется, мистер Лок уже немало для этого сделал. Да, ведь шоу это в основном идея миссис Лок. Ей по душе такие приключения. А раз они будут работать над шоу вместе, то он волей-неволей станет проводить больше времени дома, а не в офисе. Мистер Лок очень много работает. Я никак не пойму, почему это реалити-шоу вдруг возьмет и спасет их семью. Золотые слова. может если они увидят как вы в кого-то влюбляетесь, то вспомнят как любить друг друга. Кажется, он расстроился. Как его подбодрить? Обнадежить. Мне кажется, они до сих пор друг другу очень привязаны. Настоящая любовь не умирает. Вы правы. сам факт, что они вместе взялись за это предприятие много значит. А далеко еще на? Большую часть пути мы уже проделали. Вот и особняк. Машина долго едет по извилистой дороге, которая поднимается на холм. На его вершине посреди леса стоит особняк Локов. Такого дома ты никогда раньше не видела. От этого зрелища у тебя просто дух захватывает. Особняк говорите? Он же просто огромный. Достаточно большой, чтобы в нем разместились и вы, и другие участники семейства Локов, и вся съемочная группа. Не многовато народу для одного дома. Ничего, тут достаточно места. Все-таки это придает проекту очень личное звучание. Отчасти по этой самой причине мистер и миссис Лок решили снимать шоу именно здесь. Мне не терпится здесь осмотреться. Скоро осмотритесь. Как только все камеры будут установлены, вы сможете все изучить. Вас ждет много интересных возможностей. Возможностей? Интересно, что там за возможности? А спросить прямо. Свидания один на один, а еще будут групповые встречи, чтобы вы смогли как следует познакомиться со со всеми участниками. Кажется, мне нужно время, чтобы все осознать, что я и вдруг участвую в романтическом шоу. Мы надеемся, что это будет не просто романтическое шоу. Как бы ни повернулось, вашей жизни изменится. Ты замечаешь, что во дворе трудится часть съемочной группы. Они приветствуют вас и возвращаются к работе. Да, народу тут немало, и все они будут следить за каждым моим шагом. Надеюсь, что не опозорюсь. Клэр, я тебе обещаю, что я буду очень сильно стараться, чтобы этого не произошло. Скоро вы их перестанете замечать. Вам будет комфортно, словно их здесь вообще нет. Пойдемте, в большом зале нас ждут мистер и миссис Лок. Вы заходите в большой зал. Как и весь дом, он превосходит все твои ожидания. В зале вас ждет чета Локов, а с ними незнакомый тебе мужчина. Клэр, вы как всегда ослепительный, чудесный наряд. Спасибо. Мы таки знали, что правильно разглядели нашу звезду. Вы прекрасно чувствуете, чего требует ситуация. Я и сама начинаю верить, что мне самое место на шоу. Может, я и правда стану звездой? Как бы то ни было, Клэр, я очень рада, что вы здесь. И что вы согласились участвовать? Добро пожаловать в нашу скромную обитель. Чувствуйте себя как дома, ни в чем себе не отказывайте. Спасибо, здесь просто чудесно. Все это как во сне. И это еще только начало. Пока мы тут с вами беседуем, к нам как раз подъезжают остальные участники. Всем покажут комнаты и помогут разместиться. Не терпится вас с ними познакомить. Участники уже прибывают. Все происходит так быстро. У меня просто голова кругом. Все как во сне. но разве это не здорово? Ловите момент. Я надеялась, у меня будет чуть побольше времени, чтобы ко всему привыкнуть. Мы решили, что начать с места в карьер лучший способ добиться максимально естественных реакций. Разумно. Обещаю, что выложусь на все сто. Этот шанс для меня очень важен. пока мы не начали, познакомьтесь с нашим главным продюсером Кейси. Именно он будет следить, чтобы шоу развивалось в нужном направлении. Незнакомец смотрит на тебя, и ты разглядываешь его повнимательнее. Он удивительно хорош собой. Да, но абсолютно не в моем вкусе. Когда миссис Лок сказала, что они с мужем нашли для шоу идеальную кандидатку, я засомневался, но ты просто чудо, камера тебя полюбит. Думаешь? Я уверен. Именно такое впечатление я и хотела произвести. Рад наконец-то познакомиться. Наслышана тебе от локов. Надо же, какой он классный. Нам придется много работать вместе, как ответить. Ну, поскольку он мне не очень, флиртовать я с ним не хочу, поэтому вежливо. Я тоже рада знакомству. Какая ты учтивая, но я говорю искренне. Я тоже. Надеюсь, ты знаешь свое дело, потому что я-то в телешоу вообще ничего не смыслю. Не волнуйся, ты в надежных руках. Считай, что я твой гид в этом путешествии. Я все время буду рядом. Да, руки у него и правда что надо. А можно ни с кем не флиртовать хотя бы при нашей гости? Это попросту некрасиво. Я только хотела сказать, что Кейси и правда первоклассный продюсер с отличным портфолио. И с его помощью мы займем первые строчки всех рейтингов. Первые строчки. Зрители станут следить за каждым моим шагом. Мммм. я волнуюсь но смело смотрю в будущее. Будет странно осознавать что все на меня смотрят. Но раз со мной Кейси все будет хорошо. Спасибо за доверие. Я буду рядом и ничего плохого с тобой не случится. Мы хотим снять твою первую встречу с другими участниками заопечатлеть искреннюю реакцию. Так что отправляйтесь к себе в комнату. Пора подготовиться к знакомству. Ай на самом интересном месте когда я хотела посмотреть каких же интересных участников нам подобрали. Я так думаю что будут абсолютно на все вкусы и это очень круто. Единственное наверняка будет очень сложно выбирать. Пока не понимаю я для себя нравится ли мне эта история но вроде как довольно неплохая. Давайте проходить ее дальше и уже будем понимать классная она или так себе. Пишите пожалуйста ваши впечатления обязательно в комментариях под этим видео. И как всегда ловите плейлист этой истории в описании. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока пока